Для большинства выпускников прозвенел последний звонок и в сельских школах. В селе Селихово Конаковского района на торжественное мероприятие ждали почетных гостей из Твери. Поздравить школьников с таким событием приехала министра образования Тверской области Наталья Сеникова. Погода внесла свои коррективы. Из-за дождя организация торжественной линейки перенеслась в здание школы. Это никак не повлияло на настроение ребят и учителей. Наоборот, еще больше сплотило и объединило. Ведь наступил исторический день для этой школы. Он одновременно и грустный, и радостный. Ведь каждый год происходит прощание со школой для тех, кого называют выпускниками. Вот и пролетело, как всегда, быстро, стремительно, неожиданно и, как всегда, незаметно очередной учебный год. Для всех нас сегодняшний праздник – это очередное окончание учебного года. А вот для наших выпускников сегодняшний праздник – символ прощания со школой. Последний школьный звонок. Им весело и радостно от того, что открываются новые горизонты, можно добиться желанной цели. А грустно им потому, что уходит детство. Самый веселый и беззаботный этап жизни каждого человека. Для этих выпускников – это весна, начало уверенное и многообещающее. А в школьной летописи перевернется еще одна яркая страница. Торжественный парад выпускников – так назвали организаторы праздника последнюю в этом учебном году школьную линейку. Очень много в ваш адрес сказано, не будет еще сказано приятных, добрых слов. Я хотел бы тоже ко всем этим словам присоединиться. И самое главное – вам пожелать светлого, мирного неба над головой. Во всех ваших начинаниях, чтобы у вас побольше хороших, добрых, искренних людей окружало. Ну, чтобы у вас было все на пятерках. С началом новой самостоятельной жизни поздравила ребят министра образования Тверской области Наталья Сеникова. В своем выступлении почетный гость отметила, что выпускники находятся на пороге серьезных решений. Впереди ответственный период – государственная итоговая аттестация. По этому случаю министр зачитала приветственное письмо и поздравление главы региона и дала пару полезных советов на сдачу ЕГЭ. Если малышня сейчас настраивается на отдых, мечтает, так они проведут летние каникулы, совершенно справедливо для выпускников сегодня было напутствие, что для них наступает горячая пора. Мне хотелось бы, ребята, пожелать вам, чтобы те планы, которые каждый из вас уже для себя очертал, были успешно вами реализованы. Чтобы те не билеты, а работы, которые вам достанутся, конечно же, оказались с теми вопросами, которые вы очень-очень хорошо знаете. Ну, а поддержать себя можно и хорошей приметой, если кто не знает, то в наше время, для того, чтобы точно повезло на экзаменах, брали и так башмак под пятку, левую или правую, решите сами. Удачи вам, выпускники! Чтобы ребятам на экзаменах хватило сил, энергии, были полны стремлений и больших планов на будущее, протеерей храма села Селихова отец Виктор их благословил. Я вам всем желаю успеха и благословляю вас на успешное сдачу экзаменов и на сопротивление нашей жизни. Ну, а тем, кто, может быть, не очень в своих силах уверен, ну и для всех, собственно говоря, для каждого человека, что не важно, придите, пожалуйста, молитесь к преподобному Сергею Радонинскому. Он всегда отвечает на наши молитвы и помогает всем, кто хочет, чтобы успешно сдать экзамены и вообще успешно осваивать новые знания, хранить Господь. Все знания, полученные в школе, помогут осуществить их планы. Среди большинства выпускников многие не будут останавливаться на достигнутом. Наоборот, они будут стремиться стать лучшими. Об этом и о своих же планах рассказали нам несколько ребят. Хочу поступить в университет, в Российский государственный университет нефтегаза. Ну, хочу быть нефтяником. Сначала это ждать экзамены, естественно, и поступить в вуз, который я хочу. Ну, а дальше уже так получится. Сейчас, когда мы пойдем в клуб, такая, и там, на самом деле, уже будем говорить все искренне для всех учителей, потому что тут мы очень мало сказали. Я думаю, я буду плакать, потому что это очень искренне будет и трогательно. Я не хочу расставаться с учителями. Сегодня успех во всем мире определяется способностью учиться в течение всей жизни. Поэтому этот последний звонок будет означать лишь большую перемену между интересными и жизненными уроками. Выпускники никогда не забудут тех, кто делился своими знаниями, учителей и наставников. Будут дорожить школьным братством. И это легкое волнение, с которым пришли на праздник последнего звонка родители. Достижения их детей станут заслуженной наградой за родительскую любовь, заботу и терпение.